Есть такие стихи, в которых заложена мелодия. То есть, например, иногда я брал стихи Есенина, и прямо я чувствовал, что там вот эта мелодия, то есть получалась песня. То есть это один из способов создавать песни. Но есть и другой способ, который я открыл недавно, то что есть какая-то мелодия, то есть вдруг у тебя получилась какая-то мелодия, наиграл ее, записал на диктофон, и потом надо стихи, надо какие-то слова для этой песни. И в этой мелодии заложено уже какое-то звучание, какой-то темы. То есть так прислушиваешься, вслушиваешься, и вот какое настроение создает эта мелодия. И вот такие должны быть слова, такие должны быть стихи. и уже потом создаешь. И еще один момент, что когда не от мелодии, а от стихов идешь, то там есть стандартная длина строки. И мелодии, они получаются такие однообразные. А когда идешь от мелодии, то там бывает так, что в самой мелодии есть более длинные фразы, есть более короткие фразы. И вот таких стихов ты не найдешь. То есть это нужно именно делать стихи под конкретную мелодию. То есть там длинная строка, потом очень короткая, длинная, очень короткая. И вот это нужно отдельное искусство, создать слова для мелодии. Но нужно еще, чтобы эти слова соответствовали мелодии. Поэтому нужно вслушиваться сначала и понять, на какую тему, какое настроение создает эта мелодия. То есть что в ней, какая эмоция заложена. И такие слова, и такие стихи делать.